Сегодня в набережных Челнах подвели итоги отопительного сезона. В целом, по словам директора генерирующей компании Арата Зайнулина, этот год прошел без серьезных аварийных происшествий. Также на совещании были затронуты темы по долгам и планам НЧТС. Но обо всем по порядку. 120 тысяч тонн горячей воды циркулируют в теплосетях, но мало кто из челынцев об этом задумывался, пока в квартирах было тепло. По закону отключать отопление нельзя даже должникам. Так, к примеру, сейчас эта сумма задолженности за уже поставленные ресурсы составляет четверть миллиарда рублей. Из списка злостных неплательщиков исчезли дома, которые ранее обслуживала «Авангард». К борьбе с нарушителями подключили и бюро кредитных историй. Кто не оплатил в свое время долги, кто имеет решение суда в соответствии с законом о сохранении персональных данных, то есть это все с учетом всех требований законодательства, информация о них будет передана, и данные должники уже не смогут получить кредиты в кредитных организациях. В черный список попали 23 челнинца. Кроме договора с бюро кредитных историй, была опробована работа по новому температурному графику. Вода была на 5 градусов горячее. Из закона физики вы знаете о том, что чем выше температура горячей воды, тем меньше его можно будет отпускать. То есть за счет этого мы создали нормальный, хороший гидравлический режим в тепловых сетях, меньшим количеством тепловой энергии. Сейчас тепловики готовятся к новому сезону. Ведутся работы по замене труб, присоединение к сетям новой школы в 36-м комплексе и Дому правосудия в 52-м. Эти учреждения должны открыться в сентябре. Запланирован масштабный проект – реконструкция тепловода на участке от ТЭЦ до нового города. На его модернизацию потратит 800 миллионов рублей. Впервые будет опробована новая схема оплаты, которая ранее не применялась ни в одном городе страны. То предприятие, которое выигрывает этот конкурс, полностью монтирует эту тепловую сеть, и мы с ними рассчитываемся в течение пяти лет равными долями. Впереди у челнинца второй этап опрессовки. На следующей неделе, 5 июня, горячую воду отключат в поселках Сидоровки, ГЭС, на БСИ и частично в Замеликесе. Терпеть неудобства челнинцам придется две недели. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.